Тема нашего сегодняшнего урока образование множественного числа существительных и прилагательных мужского рода. Мы уже с вами изучили род существительных и образование множественного числа в сербском языке зависит от рода. У мужского рода свои окончания во множественном числе, у женского свои и у среднего свои. Мы начнем с мужского рода. В мужском роде окончания у прилагательных, притяжательных местоимений и существительных и. Например, добр студент, добрый студенты. Добр нулевое окончание студент, тоже нулевое окончание в единственном числе. Добрый студенты, окончание и у прилагательного и у существительного. Хороший студент, хорошие студенты. Еще пример. Русский мушкарец, русские мушкарцы. Иногда окончание бывает и у прилагательных в единственном числе мужского рода. У существительных нулевое окончание. Здесь все остается точно так же. Было и, и оно и осталось и для единственного и множественного числа. Русский мушкарцы. И обратите внимание, что в некоторых словах вот это а в суффиксе может быть беглым. Здесь его нет. Русский мужчина, русские мужчины. Но не все так просто. В некоторых случаях у существительных окончание может быть не просто и, а ови или эви. Это происходит с короткими словами, состоящими из одного слога. Например, наш град, наш город. Во множественном числе прибавляем окончание и к притяжательному местоимению и прибавляем окончание ови к слову град. Почему? Потому что слово град короткое состоит из одного слога. И чтобы его как-то расширить, сербы придумали добавлять еще один слог во множественном числе. Этот слог прибавляется только к существительным мужского рода, к прилагательным, к существительным женского рода или среднего рода. Этот слог не прибавляется. Только к существительным мужского рода. Вот и получается. Наш град, наши градови. Наш город, наши города. Нен. Стан. Нены. Станови. То же самое правило. Ее квартира. Ее квартиры. Стан. Короткое слово. Маленькое. Поэтому, чтобы его расширить, добавляем ови. Зид. Зидови. Зид. Стена. Короткое слово. Добавляем ови. Зидови. Стены. Если существительное оканчивается на следующие согласные. Ль. Нь. Ё. Ч. Ц. Дь. Дж. Ш. Ж. Ц. То у него окончание будет не ови, а эви. Потому что эти звуки мягкие. Получится так. Муж. Мужеви. Муж мужья. Нож. Ножеви. Нож ножи. Потому что Ж относится к этим звукам. Таких слов очень много. Поэтому будьте внимательны. Если слово короткое состоит из одного слога. То, скорее всего, к нему будут прибавляться вот эти окончания. Хотя и в этом сложном правиле есть некоторые исключения. Например, слово дан. День. Во множественном числе это данные. Дни. Не прибавляется данный суффикс. Слово прст. Палец. Пальцы будут прсты. Пас. Пас. Собака. Пси. Собаки. Так что здесь много исключений. Будьте внимательны. Но и это ещё не всё. Если основа слова кончается на согласный к, г, х, то эти звуки во множественном числе переходят в ц, з, с. Посмотрим, как это сложное правило выглядит на примере. Слово ученик. Во множественном числе мы добавляем окончание и, как мы уже знаем. Но помимо этого, к превращается в ц. И получается ученик-ученицы. Ученик-ученики. Момак-момцы. Тут много процессов происходит. К переходит в ц. Помимо этого добавляем окончание и. И ещё, помимо этого, а бывает беглым. И её нет во множественном числе. Парень-парни. Пешак-пешации. Пешеход-пешеходы. Тоже к переходит в ц. И добавляем окончание и. Вот такое правило. К переходит в ц. Преобразование именительного падежа множественного числа. Г переходит в з. Например. Психолог. Психолози. Психолог. Психологи. У нас никуда ничего не переходит. Но у сербов переходит. Кончание и добавляем. И ещё и г. Переделываем в з. Паркинг. Паркинзы. Парковка. Парковки. Г перешло в з. Ну и если слово кончается на х. То х будет переходить в с. Например. Тепих. Теписи. Ковёр. Ковры. Х перешло в с. И ещё добавили окончание и. Орах. Ороси. Орах это грецкий орех. Х перешло в с. И добавили окончание и. Ещё одно небольшое правило. Про слова, которые оканчиваются на лад. Лац. Глэйда лац. Зритель. Оканчивается слово на лад. Во множественном числе. Мы это лац убираем. И вместо него. Имеем вот такое окончание. Оцци. Глэйда оцци. Не глэйда лацци. А глэйда оцци. Окончание и. И вот здесь о появляется вместо ла. Слуша лац. Слуша оцци. Слушатель. Слушатели. Преводи лац. Преводи оцци. Переводчик. Переводчики. Таких слов не очень много. Но они могут вам попасться. Ну и напоследок. Несколько исключений. Или сложных случаев. Во-первых. Човек. Во множественном числе. Будет люди. Как и в русском. Человек. Люди. Слово сад. Довольно интересное. Оно может иметь. Две формы множественного числа. Сати и сатови. Сад это часы. Точнее это даже час. Вот это слово саты. Часы. И это тоже часы. Но саты это часы по времени. То есть то что 60 минут. А сатови это часы. Которые вы носите на руках. Или вешаете на стену. То есть предмет. А вот если мы говорим сад. То тут непонятно. Это могут быть и часы. Которые носим на руках. И час. Который длится 60 минут. Так что это интересное слово. Когда мы изучали слова мужского рода. То помним. Что некоторые из них кончаются на гласный О. Вот например слово сто. Как от этого слова образовать множественное число. Оно односложное. Значит нам надо добавить окончание О. Но помимо этого. Как бы не будет не очень красиво. Будет сто. Поэтому здесь появляется опять согласный Л. И будет сто. То же самое сложное слово. Посол. Работа. Здесь много процессов происходит. Во-первых. О превращается в Л. Во-вторых. А беглое. Ну и в-третьих. Прибавляется О. Ви. Посол. Ви. Получается. Посол. Это работа. Или дело. Посол. Ну а теперь задание для вас. Посмотрите на эти слова. Переведите их. И поставьте каждое из этих слов во множественное число. Если вам понравилось это видео. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И заходите на сайт. Все ссылки под эти видео на YouTube. Подписывайтесь на мой канал.